Всем привет! Привет любителям поубивать время в игре Битвы Замков! Так, ну что, перед тем, как я начну свое основное вещание, так сказать, моего видео, да, я хочу сделать пару объявлений. Что касается конкурса, который я проводил недавно, он до сих пор еще не закончился, и в ближайшие дни, когда у меня появится время, предположительно послезавтра, я уже проведу окончательный розыгрыш, да, и счастливчик получит этот такой стартовый аккаунт для начала игры полноценный, да. Так что не бойтесь, все будет хорошо. Так, что еще хотелось бы упомянуть, тут недавно поменял все-таки, доделал расстановку, да, но пока это тоже такой черновой немножко вариант, в конечном итоге время появится, тоже поменяю немножко там, ну, это касается в первую очередь вокруг зданий, да, но это как-то в одном из следующих видео расскажу. Стырил я эту расстановку у игрока-тусовщика, и что хотелось бы рассказать, этот игрок начал тоже вести свой блог по игре Битвы Замков, вот, зашел на его канал, в принципе, я за то, чтобы мы все друг другу помогали, и чем больше тех же игроков, которые записывают видео и пытаются как-то кому-то помочь, что-то рассказать, я думаю, что это неплохо, я не вижу никаких проблем там в плане конкуренции или еще что-то, и я уверен, что каждый из вас найдет что-то новенькое для себя, какую-нибудь полезную информацию на этом канале, потому давайте активнее подписывайтесь, смотрите видео, все очень интересно, и в любом случае вы найдете также, помимо всего, там хорошее настроение, да, канал называется Тусовщик, но в любом случае ссылку я кину под видео, и на самом канале тоже будут ссылки. Так, ну что, перейдем непосредственно к игре, так, что у нас тут, перезагрузочка пошла, что касается игры, да, вот по многочисленным просьбам, ну как по многочисленным просьбам, просто очень часто задаются одни и те же вопросы, да, и не всегда хватает времени каждому игроку ответить, тем более, если он пишет в чат в игре, да, если я не отвечаю кому-то, это не потому, что я не знаю, там, я просто вредный человек, мне просто часто не хватает времени, да, и в игру в первую очередь я играю, а не сижу, не переписываюсь в чате, да, ну так вот, многие задавали, там, покажи там свои руны, и что ты вообще об этом всем деле думаешь, вот сегодня я решил провести такое видео, да, ознакомительное больше, да, покажу вам своих героев, какие на них руны стоят, почему, зачем, и поскольку, да, ну и то касается тоже, и в магазин зайдем, посмотрим, что у нас там творится. Так, и этому событию предшествовало именно то, что я навел какой-то более-менее порядок на складе, да, ну, конечно, все равно для многих это покажется беспорядком, но что творилось до этого, трудно вам представить будет, да, потому что было много мешков неоткрытых рун, и вообще дофига необъединенных рун, и как-то один день собрался, не поленился, все пооткрывал, пообъединял, и раскидал по героям, да, так, ну что, тогда пойдем сразу по героям, буду вам показывать, и по мере того рассказывать. Так, ну вот тыква, да, наконец-то начала как-то выпадать мне больше рун стойкости, да, и поэтому мне удалось сделать целый сет второго уровня, и я его поставил тыкве, да, конечно же, на тыкве очень хорошо смотрелось бы какие-нибудь ботиночки скорости, да, руна скорости, в принципе, она могла бы быстрее набивать себе ману, бегая по рейдам и подземельям, и тем самым быстрее разгонять остальных героев. Но, к сожалению, ну как к сожалению, для меня больше, более важнее это волны, а для волны что нам нужно? Чтобы тыква не умирала, да, и потому руна стойкости второго уровня, которая добавляет по 15% очков жизни от всего полностью здоровья, которое имеется у тыквы, потому я и поставил его тыкве, да, потому что, ну, конечно, можно по идее, да, там, смотря для каких целей вы там используете героев, эти руны, можно, конечно, все менять, то есть, если вы пошли на рейд, вы можете поставить руну ускорения, да, тыква будет бежать быстрее и быстрее заряжаться, да, а потом, когда пошли на какого-то уже босса, вы можете поставить руну стойкости, но так как я довольно-таки ленивый человек, и зачастую мне просто тупо лень даже фармить подземелья на кристаллы, а тут что бы я еще менял перед каждым какой-то сменой локации, менял руны всем героям, ну, это слишком много для меня, так, идем дальше, шапка, ну, с шапкой тоже все просто, у нее мало здоровья, и потому я поставил ей тоже руну стойкости, ну, конечно, мне не получилось сделать ее всю второго сета, ну, да ладно, тоже, в принципе, как бы не так все страшно, потому что шапку я использую только на рейдах и в подземельях, да, на волнах я ее перестал уже давным-давно использовать, да, конечно, на ней тоже хорошо смотрелось бы руна бог войны, но она у меня стоит в основном в таланте это раз, во-вторых, тупо руны бог войны у меня еще не накопился даже сет там первого уровня, да, идем дальше, бог грома, в принципе, я его использую, раньше использовал везде, но сейчас я его заменил на волнах снеговиком, да, это будет неудивительно звучать, конечно, раньше там меняли ареса на снеговика или еще как-то, да, кто как там извращался, но я именно убрал бога грома, потом расскажу почему подробнее, да, что касается бога грома, все равно я его использую там в новом мире и на рейдах, и как бы, конечно, снижение урона, да, на 10% довольно-таки неплохо, да, для него, и он как бы у меня и танкует, основной у него, основной талант у него возрождение, а не воскрешение, вот, так, дальше идем друид, ну вот, наконец-таки могу обрадоваться, да, похвалиться вам, наконец-то тоже повыпадали мне руны замедления в достаточном количестве, чтобы я их поставил трем героям, дальнобойным героям, то есть, которые бьют на расстоянии, это довольно-таки актуально с появлением последних волн, и это на самом деле очень хорошо, да, как бы, те герои уже виден довольно-таки большой результат, как они замедляют этого дядька с большой на ты, я имею ввиду босса, да, большого там на О, на П-волне, это реальная необходимость, и мне хватило все-таки на трех героев этих рун, я надеюсь, они будут мне впоследствии дальше выпадать, чтобы я уже каждый сет апгрейдил до второго уровня, так, идем дальше, Арес, ну, аналогично ему поставил, да, дальнобойный герой, я его использую пока что на волнах, так, идем дальше, что у нас, смерть, ну, смерть, это я поставил скорость, да, ну, я думаю, что у многих не будет возникать вопрос, почему, потому что смерть, она хоть и довольно-таки быстро стреляет по героям, у нее большая скорость атаки, но, к сожалению, она очень медленная, и руна увеличения скорости, это довольно-таки актуально, единственное, хотелось бы вас предостеречь, от такого, таких ненужных действий, да, как, допустим, когда вам выпадает руна скорости, точнее, не руна скорости, а талант скорости, увеличение скорости, когда вы фармите эти таланты за самоцветы, да, или там за карточки смены талантов, то есть, просто фишка в чем, да, лучше тогда уже поставить, я не знаю, бог войны, или руна вытекания, как у меня стоит, да, даже при том, что у меня руна вытекания всего лишь, только 2 из 5, уже, уже виден огромный результат, она там бегает, помимо того, что у нее основная магия, ее подхиливает немножко, да, еще с каждого ее удара она подхиливается на примерно 1000 пунктов, да, здоровья, это довольно-таки неплохо, просто ситуация в том, что рунами вы никак утекания не накопите, тем более на утекание 2 из 5, а руна скорости выпадает очень часто, потому логичнее все-таки редкие таланты стараться выбить именно из основных талантов, да, а руны уже ставить какие есть, да, потому что не ставить, короче, не ставить на основных героев часто выпадаемые руны, то есть часто выпадаемые таланты, я надеюсь, вы меня поняли уже реально ночь, я приехал с работы, усталый, мозг не работает, ладно, идем дальше, так, фараон, 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 ему тоже я поставил урону скорости, 2 из 5, конечно, ну, во-первых, у меня основной талант у него стоит стойкость, еще стойкость эту ставил до обновления, ну, в принципе, тоже неплохо, 5 из 5, да, добавляет 30% к очкам жизни, можно им немножко танковать даже, да, зачастую, и так как он используется у меня активно на волнах, я заинтересован в том, чтобы он оставался дольше жить, ну, а руна скорости я ему поставил, потому что, ну, тоже у него такая скорость, по моему мнению, недостаточная, бега, да, перемещение, а руна скорости как раз-таки ему помогает, и когда он включает свою магию, он там носится по моему замку и вырубает всех момов, да, то есть раньше просто были ситуации, когда он там пока дойдет до кого-то, его магия уже закончится действие, да, но это теперь все выглядит получше, идем дальше, купидон, ну, купидон, ну, конечно, ради волн, я поставил замедление, да, этот третий сет, опять повторюсь, буду надеяться, что он будет выпадать почаще, так, катимся дальше, снеговик, снеговик, я ему поставил снижение урона, я его, конечно, начал сейчас тоже активно использовать на волнах, опять я его поставил обратно в связку, ну, может быть, ему подберу какой-то другой талант, так, ну, в принципе, дальше особо ничего интересного, да, но руна, руна отражения, пока что я ее использую, но только из-за того, что у меня огромный недостаток других моих любимых рун, да, и как бы, когда у меня уже будет достаточно нужных мне рун, таких как, там, не знаю, замедление, или, там, грубо говоря, это как каменная перчатка, каменная кожа, не знаю, да, то такая руна, как отражение, пойдет у меня на продажу, и я наварюсь на синих кристаллах, да, потому что, конечно, вот, 2 из 5, 11% наносимого урона отражает, но это маловато, да. Так, идем дальше, суккуб, ну, дальше у меня тут уже пошло так, в принципе, я начал раскидывать какие-то таланты всем героям, только ради того, чтобы сэкономить место на складе, да, но это довольно-таки актуальная вещь, потому что докупать по 5 слотов за 100, за 100 самоцветов, ну, довольно-таки дороговато, и даже для меня, я уже не говорю о ребятах, которые прокачаны немножко послабее. Так, что еще касается, вот тут, посмотрите, такой интересный факт, те герои, которые 80 уровня, не перекинутые на пятую звезду, они не могут быть прокачаны 20, выше 20 просвещения, печально, да, так бы вообще все свои руны раскидал. Ладненько, о чем бы хотелось бы еще поговорить? О магазине, давайте зайдем в магазин, именно рунах, которые вы можете купить за деньги. Вот у нас тут руна укрепления стоит, да, ну ладно, еще укрепления, там, когда у вас там ситуации какие-то возникают, и вам не хватает для сета одной руны, у меня такая руна укрепления, она довольно-таки редко падает, есть дублики, но сета не собирается. Я тут зачастую тоже покупал, старался руны реанимации, да, и там остальные, там Берсеркер даже один купил, одну руну. Но фишка в чем? Я могу себе это позволить. У меня как бы стабильно капают с экспедиции ордена, из сундуков меса тоже капают ордена, и для меня, ну, как бы чувствительно, да, отдавать по 3000 орденов почета, не почета, ладно, неважно, отдавать по 3000 орденов на руну, да, я еще могу себе позволить, и не так сильно жаба будет душить, да, впоследствии я знаю, что может быть, там, через пару месяцев я соберу какой-то сетик и поставлю моей тыкве талант второй, реанимацию, и будет у нее реанимация один из пяти, да, но хочу предостеречь игроков, которые только начали играть, или там у них 20-15 тысяч силы, 25 тысяч силы, да, ну, был бы с вашей стороны довольно-таки глупый шаг, как в данной ситуации покупать, там, по 3000 орденов, отдавать на эти руны, во-первых, у вас эти ордена трудно добываются, да, не забывайте об этом, во-вторых, будут ситуации возникать, когда у вас не будет достаточного кэша, чтобы, там, купить недостающую руну или еще что-нибудь, да, то есть фарминг этих рун в магазине у вас дико замедлится, и будет происходить это все очень долго, да, и просто подумайте, стоит ли оно того, реально, посудите, потому что та прибавка, даже если вы купите сет реанимации, она будет, ну, там, сет реанимации первого уровня, будет один из пяти у вас реанимация, поставите какому-то герою, да, но вы отдадите за это около 12 тысяч орденов, за 12 тысяч орденов, в принципе, добавив тысячу, уже можно купить карточку легендарного героя, да, или можно уже множество купить, не знаю, там, тех же пакетов кристаллов, там, сущностей фиолетовых, или, не знаю, там, карточек о сме, пожертвования героя, то есть вы тупо можете очень хорошо прокачать скиллы вашим основным героям, я думаю, что это был бы более верный шаг, чем отдавать последние ордена на редкие руны, да, потому что, ну, сами посудите, оно того не будет стоить, и вы на этом много, очень много потеряете, да, это, конечно, мое мнение, но какое оно есть, такое оно есть, да, это, что касается магазина, даже я, в принципе, сомневаюсь, частенько возникают такие мысли, что стоит ли оно вот так вот закупаться, даже мне сейчас, да, ну, как бы, просто, во-первых, в игре все меняться очень начало быстро, да, с этими обновлениями и так далее, ну, и, во-вторых, когда я там накоплю нужный сет, неизвестно, да, и будет ли мне вообще падать в новом мире какие-то редкие руны, тоже неизвестность, да, ланенько, давайте пошли дальше, зайдем, куда мы зайдем, в алтарь героев зайдем, и, допустим, включим, неважно, какого героя, давайте тыкву включим, да, у меня тут ребята тоже удивляют, очень много видео выпущено уже по этим рунам, да, и уже много информации дано людям, да, уже реально гуляет по интернету много информации, но до сих пор многие не догоняют, что если вы на одного и того же героя поставите, то есть, вот у меня стоит берсеркер, да, там 5 из 5, я еще поставлю рунами берсеркер этот, там, 1 из 5 сделаю, да, и многие до сих пор думают и задают мне вопросы, типа, будет ли у меня там 6 из 5 талантов, да, и многие хвалятся, что уже кто-то вроде начал что-то такое дело ставить, да, и, ну, на самом деле не думайте, что вы хитрее наших уже довольно-таки хитрых разработчиков, да, во-вторых, они реально все продумали, и, в-третьих, это было бы довольно-таки глупо, если бы можно было делать там такие какие-то сеты, не знаю, там, реанимация 6 из 5, это что там, не знаю, электровеник тыква получается, она еще не успела выбежать на карту, она уже там все зарядилась, но это глупо, да, ну вот, почитайте тоже всегда, что пишут разработчики маленьким шрифтом, да, и как бы все написано, и здесь будет работать только талант тот, который имеет больше всего, не знаю, прокачки, то есть, если я поставлю сейчас на тыкву берсеркер 1 из 5, да, рунами, то у меня будет работать берсеркер только 5 из 5, который вот у меня основной талант здесь стоит, да, ну, как оно есть, так оно и есть, так же, о чем еще хотелось бы поговорить? Так, что касается этих красных кристалликов, да, фармлю понемножку тут, бегаю, лажу, да, фармиться довольно-таки трудно, ну, вот, я тут недавно потратился, конечно, тоже пока этот склад чистил, что-то наобъединял, ну, так вот, заходим обратно на склад, и у меня уже дофига сетов получалось, которые там 2 из 5, грубо говоря, у меня даже была мысль, а дай-ка я там сделаю руну скорости 3 из 5, да, но как-то у меня улетучилось из головы то, что раньше я уже замечал, да, и там вчера, позавчера я удостоверился в том, что пока вы делаете, допустим, руну с первого уровня на второй вам стоит объединить 400 красных кристаллов, если вы будете уже делать руну, допустим, там, захотите с двойки поднять на тройку, то это уже будет стоить около 1200 кристаллов, да, если я не ошибаюсь, а может даже больше 1600, ну, ладно, не помню, 1200, да, ну, вот и представьте, вам сделать сет 1200 умножить на 4, это, то есть, 4800 красных кристаллов этого нового мира, да, но это дико накладно, и причем, если это вы будете тратить на какие-то такие особо ненужные руны, да, там, первоначального уровня, который у вас выпадает, ну, в этом реально нет смысла, мой единственный совет, да, лучше сделать большему количеству героев, то есть, вашим основным героям пачки, сеты, там, допустим, 2 из 5, чем сделать одному кому-то, там, не знаю, 3 из 5 какого-то беспонтового таланта, руны, да, потому что у вас там реанимации нету до сих пор, да, и остальные герои будут только 1 из 5, но это мое мнение, потому лучше экономьте тоже красный кристалл, и каждый свой шаг, когда вы тратите их, пожалуйста, продумывайте, потому что жизнь в игре, это скоротечно, выйдет новое обновление, может опять все перевернется с ног на голову, с головы на ног, на ноги, не знаю как, и то, что раньше ценилось, за минуту может обесцениться, да, потому лучше просчитывайте свой каждый шаг и не делайте глупости, а таких вот, такие вещи, как красные кристаллы, да, вот, в принципе, сейчас и синие кристаллы, да, уже не так легко добываются, нужно всегда 2-3 раза подумать перед тем, как их потратить. Так, ну, в принципе, как бы на этом все, да, конечно, очень много видео снято на это все дело, да, но тоже как бы люди какие-то просили из гильзийцы показать просто, что у кого у меня стоит, да, и как-то выразить по поводу всего этому делу, да. А, ну что еще вот тут я не упомянул, чувствую, как всегда, что я что-то забыл сказать, но вспомню я об этом только, когда уже закину видео на YouTube, и, ну, ладненько, что еще такое интересное, неинтересное, не знаю, да, таланты, которые я продаю все время, может быть, сейчас выпадет эта ракушка, она беспонтовая совершенно, ну, как я считаю, может, кому-то, конечно, ей нравится, я ее продаю, и на этом деле я фармлю синие кристаллы, плюс я продаю такую руну, как, так, извиняюсь, ожог, тоже не вижу логики в этой руне, да, даже вот, руна ракушка-лезвие, да, ну, вообще ни о чем, даже если вы там прокачаете это все дело, там, 5 из 5, что вы, конечно, никогда не сделаете, но в любом случае это будет беспонтовая вещь, ну, вот это все дело продается и не используется, да, потому что хранить их, занимать место, и тем более прокачивать, тратить на них красные кристаллы, реально никакого смысла нету, так, что еще дальше пройдемся, ну, вот ракушку, допустим, я продаю сразу же, и когда я нафармлю остальных более для меня нужных и любимых рун, я буду уже потихоньку избавляться от рун огненной защиты, потому что их, во-первых, падает огромнейшее количество, во-вторых, тоже, там, полезность этого таланта довольно-таки спорная вещь, потому что, ну, на самом деле, это маленький процент отражения, вы не превратите свою тыкву в Атлантикора, и потому тоже здесь пыжится, и тратиться, вкачиваться в это все дело нету смысла, да, можно использовать, пока у вас там не хватает рун на всех героев, но в любом случае, потом со временем, когда у вас появится какой-то достаток, лучше их продать, навариться на синих кристаллах, и потом зайти в алтарь героев, там, зайти в свою какую-нибудь тыкву, если она у вас есть, да, и прокачать с 82 на 83 уровень просвещения, да, потому что, конечно, у меня сердце кровью обливается, да, когда я смотрю на эти цифры синих кристаллов, да, то, что мне левел подняется только одной тыквью, да, не говорю уже об основных героях, да, которых я даже там и не начинал, там, за 80-е перекидывать, 144 тысячи синих кристаллов, вы только представьте, да, после этого последнего обновления, даже у многих игроков, да, ты уже бегаешь по рейдам, и я начал реально замечать, что маны стало больше, я уверен, что это причина не в том, что я там, конечно, дико сильно себе силу поднял, или еще что-то, да, ну, конечно, это тоже дает свое дело какой-то плюс, а я думаю, что это причина, во-первых, в том, что уже всем надоело фармить ману, во-вторых, многие уже прокачали основу до 80-го уровня, и в-третьих, многие, когда увидели вот эти вот адские цифры, да, там, 144 тысячи синих кристаллов, я боюсь представить, что вообще там дальше творится, я думаю, что, как и у меня, у многих просто опустились руки, так, что еще хотелось, я не знаю, упомяну, кому-то будет новое, кому-то не новое, да, продолжаю, как могу качать силу, да, ну, конечно, не выкладываюсь на этом деле полностью, да, но там у меня мана зря никогда не лежит, в хранилищах я ее использую, и всегда прокачиваю каких-то героев, да, до какого-то определенного уровня просвещения, просвещения, то есть у меня вот все легендарные герои, они до двадцатки прокачаны, да, сколько им максимально возможно, этих остальных тут второстепенных я тоже начал уже поднимать до 80-го, тем самым поднимаясь я силу, так что, в принципе, вот так вот, ну, я думаю, что на этом все, до следующих встреч, если я кому-то что-то рассказал, новая, да, полезная информация, то я рад, если нет, так нет, можете поставить дизлайк, в принципе, на этом все, всем пока, удачи в игре, и побольше вам рун с реанимацией, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok